Как работали пожарные Братска более полувека назад, что за обмундирование было в те годы и какое оборудование использовали. Экспозиция о людях одной из самых мужественных профессий открылась сегодня в музее Братсгостроя. В числе первых посетителей выставки оказалась Ольга Фигура. Каскор, звонок не будешь, каскор? Конечно. Че за звонок вопрос? Не только увидеть экипировку Братских пожарных, но и ощутить всю тяжесть их профессии на себе. Теперь могут и дети, и взрослые. О себе и своей истории спасатели постарались рассказать как можно подробнее. Благо, есть повод. Вчера исполнилось нам 60 лет. В измена этого мы открываем уже постановительную экспозицию музею Братско-Бестроя, то есть для того, чтобы это передавать населению, детям нашу историю. Отряд военизированной пожарной охраны номер один МВД СССР по охране объектов строительства Братской ГЭС создали 29 августа 1956 года. Фотографии тех лет и старое обмундирование авторы экспозиции нашли не без труда. Часть экспонатов предоставили горожане. Один из мундиров привезли аж из Санкт-Петербурга. Тем, что получилось в итоге, организаторы довольны. Средства индивидуальной защиты и снаряжение пожарных можно потрогать, покрутить и примерить. Увидеть весь Братский гарнизон пожарной охраны с высоты птичьего полета можно благодаря этому макету. Его создавали и сами огнеборцы. Наиболее известные брачанам пожарные части расположены по порядку. Начиная с гидростроителя 25-я часть, 23-я в районе ГЭС, 27-я в Подуне и 26-я на улице Янгеля. В рамках выставки для школьников будут проводить экскурсии и интерактивные занятия по пожарной безопасности и гражданской обороне. Узнать больше о 60-летней истории Братского гарнизона пожарной охраны можно будет из специальной юбилейной книги. Ольга Фигура, Владимир Заборьев, Новости БСТ.